взаимоотношения с богом секреты личных молитв и общения с богом мир вам братья и сестры приветствую вас на блоге виктора бусла о познании у нас у каждого есть или были друзья особенно в молодости мы не могли без друзей и они без нас ссорились мирились и так было пока вы не повзрослели а можно быть другом богу можно помним давид царь давид ветхого завета она можно быть другом богу можно это стало возможно благодаря жертве иисуса христа на кресте который восстановил наше взаимоотношение с богом и дал возможность приходить в молитве к богу отцу когда разорванные взаимоотношения с богом если пришел и восстановил значит у нас были проблемы взаимоотношений с богом отцом а эти проблемы разорванные отношения с богом имели последствия как у человечества так и на личном уровне а это не умение молиться не умение разговаривать с богом отцом в этом видео мы рассмотрим мы смотрим на взаимоотношения с богом и их результаты молитве а вообще-то мы рассматриваем личную молитву в тайной комнате и это одна из многих записей про молитву за которую бог воздает явно в этом видео мы исследуем взаимоотношения с богом и их результаты в молитве мы углубимся в личную молитву в тайном месте одну из многих записей о молитве за которую бог вознаграждает настройтесь чтобы услышать бога понять бога не забудьте подписаться на больше контента об отношениях боги и молитве когда разорванные взаимоотношения с богом разрыв взаимоотношений с богом отцом начиная с адама дала свои результаты мы во первых перестали слышать бога во вторых не знаем как нему прийти в молитве вспомним что адам когда совершил грех все равно слышал бога и общался с ним даже каин и авель слышали бога хотя они уже были и рождены с греховной плотью греховная плоть передается с адама и дети у него появились после того как они покинули рай но со временем человек потерял понимание и взаимоотношения с богом максимальный результат отдаления от бога эта смерть физическая и духовная понимание и взаимоотношения с богом в молитве так и с молитвой мы были воспитаны в мире и как общаться приходить к богу с вопросами и ответами не знаем показатель того что мы не можем молиться богу правильно то что мы не слышим и не понимаем его у нас совсем разорвано взаимоотношения с богом отцом чтобы это исправить для этого бог послал сына своего чтобы нам опять быть в мире с богом аминь это одно из условий принять что человек не умеет правильно молиться а если не умеет то это уже немощь то есть то в чем человек слаб а если слаб то бог может дать свою помощь конечно если к нему обратиться признать смириться перед богом что это немощь проблема что человек не может сайт сам с этим справиться это слабость слабость для этого мира но для бога это путь путь к нему задаление от бога результат смерти помните что иисус христос взял наши немощи и наши болезни да он взял на себя этот разрыв взаимоотношений и ссоры с отцом небесным и умер вместо нас на кресте а вы знали что от разрыва взаимоотношений с богом может быть смерть и смерть от греха и более того скажу кто сейчас живя здесь на земле не придет богу с верой в иисуса христа кто что иисус господь того ожидает после жизни здесь на земле вечное отдаление от бога такие люди будут в вечности быть в отдалении от бога смотрим грех начал наше отдаление от нашего создателя еще в эдемском саду там еще общались люди и бог грех продолжает отдаление и в наше время но мы уже но мы уже не слышим бога и не знаем как нам молиться закончится отдаление от бога в аду это путь греха в человеческой расе жизни но иисус христос разорвал эту нить своей жертвой на кресте для нас теперь начался новый путь и это восстановление взаимоотношений с богом создателем и для этого он дал нам каждому кто просит дитю божьему духа святого который нам помогает приближаться к нашему небесному отцу насчет молитвы бог отец все знает и понимает и дух святой нам тоже для помощи во первых он сам может мы и молиться за нас во вторых мы можем быть научены духом святым молиться бог сам молится за нас иные языки молитва послание 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 к римлянам 8 глава стихи с 26 по 29 также и дух подкрепляет нас немощах наших ибо мы не знаем о чем молиться как должно но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными испытывающий же сердца знает какая мысль у духа потому что он ходатайствует за святых по воле божьей при том знаем что любящим бога призванным по его изволению все содействует ко благу ибо кого он предузнал тем и предопределил быть подобным образу сына своего дабы он был первородным между многими братьями это послание к римлянам 8 глава стихи с 26 по 29 здесь апостол павел говорит безусловно что дух знает в чем мы имеем нужду друзья радостная весть дух святой знает что мы не умеем молиться для бога это немощь слабость недостаток а для нас безусловно молитва это одно и служение духа святого для нас бог знает что мы не умеем и поэтому дух божий который внутри нас сам молится за вместо нас откуда он знает за что молиться он внутри нас рядом с нашей душой и духом он знает все все нужды душевные духовные физические и все приносит в молитве богу сам за нас вместо нас друзья как это прекрасно а вы молитесь на языках дома если молитесь поставьте лайк под записью путешествие по слову божьему как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит апостол павел верующим в риме о молитве духа святого более того мы еще много будем говорить на темы молитвы взаимоотношений духовного мира освобождений бога отца иисуса христа духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире с вашего разрешения сейчас я заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого конечно поставьте лайк когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению божьего слова подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь